Беспредел на грани маразма. В Бобруйске 70-летнего мужчину ударили ножом после ссоры. Закономерность или случайность? На выходных в Бобруйском районе произошло сразу три пожара. Установка автономных пожарных извещателей – это гарант вашей безопасности. Где спасли дома? Штраф вместо куша. В Бобруйске изъята партия вейпов. Выяснилось, что продукцию он покупал за границей. На что велись покупатели? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы ложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Без жалости в Бобруйске мужчина до смерти забил своего приятеля. Погибший накануне заглянул на огонек к своему знакомому. Во время совместного распития спиртного между ними произошел конфликт. 32-летний горожанин схватил кирпич и нанес им множество ударов по голове 67-летнего гостя. А после, как ни в чем не бывало, лег спать. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Тело без признаков жизни обнаружил участковый, который пришел проверять хозяина квартиры. Следователем с привлечением специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области проведен осмотр места происшествия. Допрошены подозреваемые и свидетели. Назначен ряд экспертных исследований. Действия 32-летнего мужчины квалифицированы по части 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это убийство. С санкцией прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. К слову, мужчина шесть раз привлекался к уголовной ответственности. Седина в бороду без в ребро. В Бобруйске 70-летнего мужчину ударили ножом после ссоры в магазине. Утром 25 марта в одном из торговых центров у потерпевшего и нападавшего произошла словесная перепалка. Пенсионер пошел домой, вслед за ним и его новые знакомые. Первый пригрозил преследователю вызовом милиции, на что второй достал из кармана нож и ударил им горожанина по голове. После скрылся. Сотрудники милиции оперативно установили личность нападавшего. Им оказался 64-летний местный житель. К слову, чтобы скрыться от уголовного преследования, подозреваемый предпринял меры конспирации. Он сбрил бороду и переоделся. При изучении его личности установлено, что ранее 63-летний житель Бобруйска привлекался к уголовной ответственности за убийство. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это особо злостное хулиганство. Подозреваемый задержан. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Пострадавший госпитализирован. Садовод вне закона в Бобруйске ликвидирована нарколаборатория. Преступником оказался 38-летний местный житель. В своей квартире он выращивал коноплю. При обыске обнаружено оборудование для вентиляции, освещения, регулятор кислотности, почвы, удобрения и систему полива. Изъяты также кусты каннабиса, семена и 100 грамм марихуаны. Возбуждено уголовное дело. Коммерсанту грозит до 5 лет лишения свободы. Хотел заработать, но остался должен. В Бобруйске изъята крупная партия вейпов. Оперативники задержали 56-летнего местного жителя, который незаконно продавал электронные сигареты, комплектующие к ним и жевательные смеси без табака. Почти 1400 единиц товара оценивается в 45 тысяч рублей. Клиентов предприниматель находил в соцсетях, завлекал низкой ценой. Выяснилось, что продукцию он покупал за границей. Соответствующей сертификации она не проходила. В отношении Бобручанина составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Мужчине грозит штраф до 3700 рублей. Не до шуток, 1 апреля в Бобруйском районе спасли дом от пожара. ЧП произошло в деревне Вишневка, а звонок от соседей поступил на пульт МЧС в полдень. При этом хозяева находились дома. О том, что началось возгорание, громким звуком оповестил извещатель. Благодаря АПИ люди смогли быстро выбраться из помещения. Версии возгорания две. Неосторожное обращение с огнем при курении или аварийный режим работы электронной сети. В результате данного пожара поврежден диван и часть стены. Пострадавших, к счастью, нет. Над причиной пожара работают специалисты. Спасатели напоминают, что установка автономных пожарных извещателей – это гарант вашей безопасности. Устанавливайте их в жилые комнаты громким своим звуковым сигналом. Они вовремя оповестят о ранней стадии начинающего пожара и спасут вашу жизнь и имущество. Вечером пожар случился уже в деревне Горбацевичи. Там горела баня. На следующий день спасатели тушили сарай в агрогородке Кавали. В обоих случаях никто не пострадал. Все готовятся к посевной по-разному. Жители Бобруйского района похитили более двух тонн зерна. Прореху показала ревизия. Оказалось, к хищению причастны три сотрудника предприятия. Правоохранители установили – зерно на протяжении нескольких месяцев брала заведующая складом. Действовала женщина по указаниям главного агронома филиала. Раз в две недели она подготавливала мешки с ячменем и передавала подельнику. Мужчина вывозил их с территории и отдавал заказчице, с которой состоял в родственных отношениях. Ущерб оценивается в 700 рублей. Возбуждено уголовное дело. Ловись рыбка большая и маленькая. На неделе ГАИ Бобруйска провела спецмероприятие «Фильтр». В результате рейда был остановлен «Ягуар» под управлением 41-летней местной жительницы, которая была не трезва. Медицинское свидетельство не показало 0,7 промилле алкоголя. Авто отправилось на штрафстоянку, а вот водитель рискует стать пешеходом. ГАИ призывает не ставить под угрозу жизни и здоровье окружающих и не садиться за роль выпившими. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Рьянца. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»